Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Я назвал послание «Пророческая тревога». «Трудности 70-го года». Я буду строить свою проповедь на стихе из книги Даниила, несмотря на то, что он уже исполнился в истории. История повторяется, как сказано в книге «Экклесиаста» 1 главе 9 стихе. Я учу вас об этом много лет. Даниила 9 глава. «С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, семь седмин и шестьдесят две седмины, и возвратится народ». Теперь главная фраза. «И обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». Последние слова «обстроятся стены в трудные времена» относятся к пророчеству и связаны с тем, что недавно произошло в Америке. Это очень глубокое слово, поэтому следите внимательно. Покажу вам, что история повторяется. Этот отрывок относится к тому времени, когда Кир выпустил повеление, что евреи могут вернуться в Иерусалим. Спустя 70 лет плена они начнут восстанавливать стену. Но как только вышло повеление, начались проблемы. Здесь нужно немного рассказать о народе Израиля, потому что стих основан именно на их истории. Здесь сказано о Данииле, вавилонском плене и возвращении евреев из вавилонского плена, чтобы построить стены Иерусалима. Если взглянуть на современную историю, начиная с 48-го года, вы увидите, США, наши лидеры и президенты напрямую участвовали в жизни Израиля как народа. Но я хочу поделиться с вами теми фактами, о которых вы, вероятно, не знаете. Гарри Трумэн был президентом, который объявил и отдал распоряжение ООН согласиться на восстановление государства Израиль в 48-м году. Если бы Америка этого не сделала, процесс был бы очень трудным. ООН выделила территорию для еврейского народа в области Палестины. Я прочел биографию Гарри Трумэна, написанную историками в двух томах. Когда Гарри Трумэн решил объявить о восстановлении государства Израиль, он ударил кулаком по столу и закричал «Я Кир!» Кир — тот самый царь, что выпустил повеление о возвращении евреев из Вавилона в Иерусалим. Гарри сказал, что он олицетворение этого царя. 1973 год. В три часа ночи Ричарду Никсону позвонила Голдемайер, которая на тот момент была премьер-министром Израиля, и сказала, что начинается война, нам нужна помощь. Ричард Никсон сказал, что услышал в речи этой женщины квакерские интонации своей матери. В Израиль отправилась помощь и оружие, что помогло ему победить в войне судного дня 1973 года. Это была очень страшная война, однако Никсон известен как человек, который наряду с Генри Киссингером помог ей закончиться. Это 1987 год. Идем далее. Президент Соединенных Штатов — Рональд Рейган. Советские евреи начали выезжать из России с помощью Михаила Горбачева, папы римского и Рональда Рейгана. Я назвал их «Папа», «Орел» и «Железный серб». Три этих человека объединились, и российские евреи обрели свободу. Они жили в России 70 лет, и все эти годы не могли выехать из Советского Союза. С 1917 по 1987 год. 70 лет. 2018 год. Президент Дональд Трамп сделал то, что все остальные президенты обещали сделать 67-го года. Но не сделали, боясь политических последствий. В мае 2018 года президент Трамп объявил, что столица Израиля — Иерусалим. Американское посольство переехало из Тель-Авива в Иерусалим, и это официально подтвердило, что Иерусалим — вечная столица Святой Земли. Вы уже знаете, я подвожу к тому, что это произошло в 70-ю годовщину Израиля. Вы спросите, как я почитал? С 1948 по 2018 год. Как раз в 70 лет. Период в 70 лет. Иерусалим заметили как раввины в Израиле, так и проповедники в Америке, которые говорят о предсказаниях. Это очень важно. Я перейду к этой теме через минуту. Даже в газетах Иерусалима в тот же момент фотографию Трампа сравнили с портретом царя Кира. Это тот самый царь, что в книге Даниила 9 главе выпустил повеление евреям вернуться в Иерусалим, чтобы восстановить город. Вернувшись в Израиль, они даже взяли с собой сокровища храма. Кем был Кир? Царем-язычником. В Вавилонской империи правили медиане и персам. Кир издал декрет, который ознаменовал конец 70-летнего плена евреев. В книге Иеремии 25 главе 11 стихе сказано, что евреи проведут в плену 70 лет. Повеление освободило их. Они вышли из Вавилона и вернулись в Иерусалим. Я заложил основания, чтобы все знали, куда мы двигаемся. Слушайте внимательно. Что если бы по истечении 70 лет у власти остались прежние лидеры? Навуходоносор умер, а Валтасар никогда бы не отпустил евреев на родину. Правительство должно было смениться. Пришел Кир и взял власть над Вавилоном. На Кире было благословение от Бога. Возможно, вы этого не знаете. О нем было предсказано в Ветхом Завете. В Исаии сказано, Кир, пастырь мой. Даже история о воротах Вавилона была предсказана. В ту ночь, когда царь устроил праздник, на котором все напились, на стене появилось начертание. Пророк сказал, что в ту же ночь правлению этого царя придет конец. Дамы и господа, имя Кира было запечатлено в Библии за 150 лет до этих событий. История евреев гласит, что Даниил показал Киру предсказания из Библии, показал, что Бог упомянул его. Кир благоволил к евреям и Богу Авраама, Исаака и Иакова, и сказал, вы можете вернуться домой, восстановить свой город. Я даже возьму сокровища храма, которые хранятся в Вавилоне, и разрешу вам забрать их с собою. Евреи отвезли назад все то, что пытался забрать враг. Кому-то нужно поблагодарить Бога за это слово, потому что это произошло однажды. Повеление Кира важно, поскольку перекликается с тем, что мы недавно увидели. Во-первых, повеление Кира подтверждало, что Иерусалим принадлежит еврейскому народу. Во-вторых, повеление Кира подтверждало, что евреи могут вернуться на свою родину и восстановить свой город. В-третьих, это повеление подтверждало, что евреи могут вернуться со своим богатством и сокровищами и применить их в храме, который они собирались построить. И вот что попросил меня передать вам Дух Святой. В Библии сказано «выйдет повеление и обстроится улица». Это значит, что город будет восстановлен. Это значит, что нация будет восстановлена. Стена будет построена. В трудные времена мы понимаем, что речь идет о стене Иерусалима, но у всего есть свои параллели. «То, что было раньше, тоже будет и впредь». Дамы и господа, выйдет повеление, но после него возникнут серьезные проблемы. Повеление Кира встретило отпор у группы людей в правительстве, поскольку в то время у власти была Самария. На этом остановлюсь и забегу вперед в историю. В мае 2018 года президент Трамп объявил о том, что столица Израиля и Иерусалим, и посольство Америки перемещается туда. Это произошло в 70-летнюю годовщину страны. Почти в тот же момент люди стали называть Трампа современным Киром. Когда он объявлял об этом распоряжении, в Израиле стали чеканить монеты. Это не официальная валюта. Это монеты, на которых отчеканено Кир, Балфор. Декларация Трампа, 1917-2017 годы. А далее надпись на иврите. Это храмовая монета. Люди заметили, если приделать Трампу бороду, он очень похож на Кира. Снова скажу, что эти монеты не валюта, но они очень популярны. Вот, посмотрите. Ими торгуют и возят в разные страны мира. Главные раввины Израиля, заметки которых, я читаю, совершенно уверены, хотя мы в этом, конечно, сами не уверены, что наш президент — это реинкарнация Кира, который жил много лет назад, во времена Вавилонского плена. Однако, когда евреи по прошествии 70 лет вернулись из Вавилонского плена в свой город, на них словно спустили всех собак, им оказывали сопротивление, им препятствовали в строительстве стены. Люди всеми силами пытались помешать их работе. Поэтому, дамы и господа, все это лишь введение к моему посланию. Теперь перейдем к посланию как таковому, которое Дух Святой поручил вам передать. Почему? С мая, когда вышло распоряжение президента на его администрацию, словно спустили всех собак. Вы не задумывались? Почему большинство масс-медиа отвернулось, не сказав ничего хорошего? Здесь есть какая-то параллель с той историей, которую нам нужно вспомнить. История имеет традиции повторяться. Я прочту вам стих из книги Даниила. Это 25 стих 9 главы, о которой мы уже говорили с вами. И обстроится улица. Это значит, что город будет восстановлен. Кое-кто заметил, что Америка вновь станет великой. Появятся новые рабочие места и инфраструктура. Тут есть параллель. Далее сказано. И стены, но в трудные времена. Во время восстановления будут трудные времена. В иудейских писаниях слово «трудные», которое звучит у Даниила, означает сложность, стресс, ряд трудностей, которые начинаются в одно время. Не трудность, а трудности во множественном числе. Значит, возникла проблема. А затем другая. Потом третья. А затем еще одна. Разве не то же самое сегодня происходит в администрации президента? Одна проблема за другой. Одна за другой. Сегодня мы поговорим о Неймии, и о Ездре, и немного о Данииле, а затем соединим все факты вместе. Когда народ отправился восстанавливать улицу и стену, в правительстве Самаритин было три человека. Самария стала править, когда разрушили Иерусалим. Пока евреи отсутствовали 70 лет, деньги шли в казну Самарии, и вся торговля шла через нее. Самаритиня увидели возвращение евреев и восстановление стен экономическую угрозу. Строительство стены означало, что евреи также восстановят и экономическую, и политическую системы, и администрацию. Самаритиня были против этого. Обещаю, что расскажу об этом подробнее чуть позже. Итак, жил человек по имени Неймия. Эту историю можно прочесть в книге Неймии. Он начал восстанавливать стену. И именно это обернулось неприятностями для евреев. Стоило Неймии заговорить об этой стене, как самаритине сходили с ума. Стоило ему начать трудиться над стеной, как политики Самарии воспротивились и стали прилагать все усилия, чтобы эта стена никогда не появилась. Однако Неймия был новым правителем Иудеи. На этот пост его назначили цари Персии. При всем этом Неймия не был священником, не был пророком. Он был реформатором. Люди ненавидели реформы Неймии, которые тот представлял в Иерусалиме и Иудее. Если прочитать его историю, Неймия также обрел врагов внутри своей администрации, которая действовала против него. Неймия пришлось увольнять людей из своей администрации в Иерусалиме, включая группу священников. Не похоже ли все это на то, что недавно произошло? Ну а теперь перейдем к самому главному. Сейчас я раскрою вам все карты. Надеюсь, вы готовы к этому. В Ветхом Завете Сатана упоминается всего лишь несколько раз. Если перейти к Новому Завету, то там Павел писал, «Сатана нам воспрепятствовал, дано мне жало воплоти». Сказано «Ангел Сатаны, и Сатана искушал Иисуса Христа». Почему же тогда в Ветхом Завете Сатана упомянут лишь в 14 главе Исаии, 28 главе Иезекииля, 1 главе Иова и в очень коротком стихе в книге Захарии? Знаете, о чем я сейчас скажу? У Сатаны не было много работы до тех пор, пока не вышло повеление Кира об Иерусалиме. Дамы и господа, после этого повеления, после 70 лет плена и забвения народа, Сатана стал появляться чаще, чем в любой другой период Ветхого Завета. Я могу вам это доказать. Послушайте. Я быстро приведу вам три примера. Во-первых, в 538 году до н.э. Даниил был в Вавилоне. У власти были медяне и персы. Князь царства персидского, он же бес, проявляет себя в 10 главе книги Даниила и удерживает ответ на молитву. Не саму молитву, а ответ на нее, которого ожидал Даниил 21 день. Вы не найдете это ни в одном другом месте Библии. Бес — это князь Вавилонский. Почему Сатана настолько расстроился, что вызвал самого могущественного беса, князя этой значительной части мира, и поручил ему препятствовать Даниилу, сделай так, чтобы Даниил не получил ответа, чтобы он не понял видение, чтобы ему ничего не было понятно. Сатана посылает в атмосферу большого князя тьмы, власть тьмы, о которой сказано в послании к Ефесиным, 6 главе, 12 стихе, чтобы задержать молитву человека Божьего. Затем мы узнаем, что в 537 году до н.э. В тот же период, который описан и у Захарии, 3 главе, с 1 по 4 стих, евреи вернулись в Иерусалим. Они пытались восстановить храм. Они занимались очищением алтаря. Сказано так. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господнем, и сатану, стоящего по правую руку его. И сказал Господь Сатане, «Господь дозапретит тебе, Сатана, дозапретит тебе Господь, избравший Иерусалим». Не головня ли он, исторгнутая из огня? По истечении 70 лет Сатана лично явился на храмовую гору в Иерусалиме, когда вышло повеление, что евреи должны вернуться. Кто-нибудь понимает, к чему я веду? Не проблема, если вы в плену. Не проблема, если евреи 70 лет живут в Вавилоне. Однако лидер по имени Кир, когда он выпустил повеление в духовной сфере и исполнил пророчество, сатана возненавидел исполнение этого слова. Он ненавидит, когда звучит это слово, когда появляется мужчина или женщина, и порой сами, не ведая того, делают то, что воплощает слово. Сатана злится на них. Теперь евреи вернутся в Иерусалим. Теперь истории и пророчества в Иерусалиме могут продолжиться. Теперь пророчества о Мессии могут продолжиться. Теперь слово о том, кто придет из Вифлеема и станет царем, может исполниться. Дьявол выгнал евреев с их родины и успокоился. Но когда вышло повеление об их возвращении, враг понял, что теперь у него проблемы, потому что теперь все слова начнут сбываться и исполняться. И вот вам третий пример. Это книга Есфири. Есфирь, по некоторым данным, жила 60 лет спустя после этих событий. Но она жила в Персии. Медяне и Персы по-прежнему правили. Помните об этом. Евреи жили в 127 областях империи. Имя сатаны там не упоминается. Но вы повсюду видите его отпечатки пальцев. Он ставит лидером правительства Аммана. Здесь снова речь о правительстве. Лидер правительства, коррумпированный человек, ненавидящий евреев, потому что он потомок Агага. Если вы хотите знать об этом, немного поясню. Царь Саул должен был убить царя Агага, но оставил его в живых. Однако царь все же был убит. Каким-то образом у него все же родился ребенок, и родословная Агага продолжилась вплоть до времени Есфири. Аман был потомком того самого царя, которого преследовал лидер иудеев, и потому до смерти ненавидел евреев. Он построил виселица, чтобы уничтожить всех евреев, в том числе и Мордахея. В попытках уничтожить семя Авраама, естественное потомство Авраама, по-прежнему проявляются отпечатки пальцев сатаны. Надеюсь, вы следите за мыслями. Не было проблем, пока не вышло повеление. Все было в порядке, пока не вышло повеление. Но стоило выйти повеление, как начались проблемы. Трудные времена, и часть этих проблем спровоцирована самим сатаной. Скажу вам так, люди спрашивают меня, «Вы проповедуете о пророческих вещах?» Да, я проповедую о пророчествах, стараясь держаться в стороне от политики. Мы углубимся в эту тему. Поэтому не теряйте нить моего рассказа, воздайте Богу славу. Я должен говорить. У меня нет выбора. Это мое призвание. Кто-то сказал, что придало нашему президенту смелости сделать свое заявление на глазах у палестинцев и арабов, которые не верят, что у Израиля вообще есть право на существование. А Иерусалим должен относиться к палестинскому государству. Однако он делает это заявление, стоя на сцене и глядя в камеру. Как так? И вот ответ. До него каждый политик и президент принадлежал к людям или компаниям. Я вновь вернусь к теме проповеди, поскольку не хочу слишком отклоняться. Сатана появился по прошествии 70 лет. Когда вышло повеление, президент Трамп, я говорю об этом вовсе услышание, нанес удар сатане, когда сделал свое заявление об Иерусалиме. Это точно. Сатана не отправил князя арабского мира, князя Персии или князя Ирана. Нет. Сатана сказал, «Я должен остановить этого человека. Я должен его остановить, пока он не причинил еще больше вреда». Я объясню вам, с точки зрения сатаны, падшего существа, почему подобное повеление было для него столь опасным. Вы увидите напряжение вокруг Израиля, в то время, пока он развивается и процветает. Это 101-й Псалом. Там говорится, «Ибо созиждет Господь Сион, явится во славе Своей». Пришествие Господа связано с процветанием Иерусалима и Израиля. Сатана знает, если оставить все как есть, то все будет по Библии. Предыдущие президенты не только не понимали Библию, но и не верили ничему из того, что в ней написано. Однако мы видим человека, который окружил себя проповедниками и служителями, которые знают, что говорится в Слове Божьем, и дьявол знает, что его время истекает. Истекает. Это было незабываемо. По нашим данным, это было величайшее главное событие за все 32 года. И у нас есть аудио и видеозаписи для наших телезрителей. Я произнес там пять проповедей. Пророческое знание еврейского года. Я разобрал этот год на основании букв алфавита и рассказал о том, что следует ожидать от этого года в духовном, политическом и пророческом плане. Вам нужно услышать это потрясающее откровение. Затем был код Соломона. Сотни зрителей говорили о том, что это было очень сильное послание в моем исполнении. Используя символы и прообразы, я рассказал о трех людях, которые строили скиния для Бога. Вы узнаете о том, как небеса утратили свою песню, когда Давид вернул эту песню на землю. И как вы через хвалу и поклонение можете вернуть песню небес Богу. Вам нужно это услышать. Еще одна тема. Будет ли церковь проходить с период великой скорби? Мы поговорим о времени прихода Господа. Многие люди считают, что он вернется после скорби, а я на примере Писания покажу, что он придет до скорби, и укажу на слабые места других учений. Вы увидите, что эта истина есть в Библии, и поймете, что Иисус придет до начала скорби. Затем я учил о пророческом сигнале тревоги. Мне стало интересно, почему после провозглашения о том, что посольство США возвращается в Иерусалим, весь ад восстал против администрации президента. Я увидел подобные вещи в книгах Даниила, Ездера и Неемии. Писание говорит, что стена будет отстроена в самое беспокойное время. Вам нужно услышать это пророческое послание. И последним было сокрытое послание от ангелов, освободивших Лота. Я покажу вам, что в словах, которые ангелы говорили Лоту, есть послание и для Америки. Они предсказали Лоту, то, что будет в США и других частях мира. Я хочу, чтобы вы заказали себе эти проповеди. На диске также есть проповедь Рона Карпентера, «Ваша книга судьбы на небесах», Тседора Бишопа, «Будьте свободны», и Марио Марула, «Станьте вооруженными и опасными в духе». Все эти восемь посланий входят в один альбом. Вы можете заказать CD за 55 долларов, а DVD за 95 долларов. Звоните нам или заходите на наш сайт. Пусть Бог обильно благословит вас. Пожалуйста, получите эти диски с записью конференции без справок. Не упустите такую возможность. Но это еще не все. С 25 по 27 января я побываю в Евангельском храме Ассамблеи Бога в Джексонвилле, штат Флорида. После этого с 8 по 10 буду в Кафедральной церкви Бамонта, штат Техас, с пастором Рэнди Фэлл Шоу. По возможности присоединяйтесь к нам на этих встречах. Да, через телевидение многое может произойти, и вы можете получить благословение через проповедь слова. Но за многие годы поездок я понял, что столь же важна атмосфера и возможность быть среди народа Божьего. Вы не должны оставлять собрания с Божьим народом, будь то воскресное служение или встреча по средам. Порой это небольшая группа, порой большая конференция, подобная той, что прошла у нас. Пожалуйста, не оставляйте собрания с Божьим народом. Устанавливайте связь с Царством, заводите новые знакомства, и самое главное, приходите к Богу, потому что рядом с Ним изменится ваша жизнь и ваше сердце. С Богом! Мы с семьей приглашаем вас присоединиться к празднованию моего 60-летия на новеньком норвежском круизном лайнере. Это будет круиз по Аляске. Он пройдет с 23 по 30 июня 2019 года. Для получения более детальной информации зайдите на наш веб-сайт. Забронируйте себе место. Во время этого круиза вы услышите мои проповеди и сможете познакомиться со мной и с Пэм. Мы прекрасно проведем время вместе.